Прошла благотворительная акция, открылась выставка «Стартовал чемпионат страны». Новости в стране происходят каждый день. Освещать их – работа средств массовой информации. К ним относят печатные и онлайн-издания, телерадиоканалы, кино и видеостудии, аудиовизуальные записи и программы госорганов, информагентств, других организаций и частных лиц. Задача СМИ – публичное распространение данных и сведений посредством всевозможных технических средств. Причем делать это они могут совершенно свободно. В нашей стране свободная работа СМИ гарантирована Конституцией. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. А цензура запрещается. И это правильно для любой свободной страны. Эта норма прописана в главном законе всех развитых и демократических стран мира. Во Франции каждый гражданин может свободно писать, говорить и публиковать свои материалы со времен Великой Французской революции. А Конгресс США гарантирует не вмешательство на свободу слова и деятельность прессы с 1791 года. Почему? Потому что считается, что чем меньше СМИ от кого-то зависят, тем объективнее информация, которую она подает. Такие СМИ дают площадку для публикации неудобных мнений и новостей. Они хотят дать возможность высказаться людям, которых игнорируют или которые сталкиваются со злоупотреблениями. Эти руководители редакции хотят предоставить информацию, которая, по их мнению, необходима, но которую невозможно найти где-то еще. Независимостью СМИ принято называть отсутствие внешнего контроля и влияния на учреждение или отдельного человека, работающего в средствах массовой информации. Свободные независимые СМИ просто обязаны существовать. Это показал опрос издания 24KG среди своих читателей с единственным вопросом – нужны ли Кыргызстану независимые СМИ. 80% из более 3000 ответили утвердительно. Это же показало и другое исследование. 18% населения страны узнают новости из кыргызстанских новостных сайтов, первые строчки которых занимают независимые СМИ. Но свобода СМИ – это не мифические отдельно взятые свободные и независимые СМИ. Любая медийная структура – это чей-то проект, за которым стоят люди со своими интересами и целями. Как в такой ситуации разобраться, кому верить, а кому нет? А для этого существует такая вещь, как репутация. Ее телеканалы, радиостанции, газеты и сайты зарабатывают годами. Она существует не в виде законов и комиссий, а только в головах зрителей и читателей. Итак, независимые СМИ – это не юридическая характеристика, а скорее идеологическое позиционирование медиа. Независимые СМИ и активное гражданское общество Кыргызстана – это не только часть ее достойной гордости и наследия, но и необходимый компонент процветающего будущего страны. Общественность имеет право на свободное получение материалов СМИ. СМИ должны иметь возможность свободно комментировать общественные вопросы.